Час Делягина Сами по себе санкции незначительны и не страшны. Первое – это ограничение военного сотрудничества. Ну, вы знаете, это военное сотрудничество, по-моему, невыгодно для России. Сопоряжено с большим количеством рисков утечек технологий, утечек информации, прямой вербовки. Поэтому, чем его меньше, с моей точки зрения, тем лучше. Я не очень понимаю, почему до сих пор не закрыли официальную базу НАТО под Ульяновском, точнее, транспортный транзитный пункт, как она называется. Но это, по НАТОвской классификации, это один из видов НАТОвских баз. Ну, ребят, ну, если вы закрываете военное сотрудничество, давайте будем последовать. Мы еще остановили экономические переговоры. Ну, то важное, что нам давали, то важное, что для нас, так сказать, существенные технологии, нам и так никто и никак не давал. Одна попытка купить технологии вчерашнего дня вместе с фирмой «Опель» была торпедирована Западом принципиально, что русские не должны получать даже совсем устарелые технологии. Когда это было? Это было несколько лет назад. Сбербанк хотел купить «Опель», ничего не получилось. Немцы не захотели, американцы, самое главное, не захотели. Вот в этой ситуации что можно делать? Мы, да, мы можем, ну, получаем разного рода иностранные инвестиции. Но, знаете, в ситуации, когда деньги из страны бегут десятками миллиардов долларов, миллиарды иностранных инвестиций, ничего... Десятки миллиарда, фактически, каждый год. Каждый год уходят десятки миллиардов. Десят, шесть, десять, семь. И иностранные, так сказать, инвестиции, которые, собственно, американские и европейские, они никакой погоды не делают. В основном то, что считается иностранными инвестициями, это наши же деньги, они выведены за границу, там легализованы и возвращены. С Кипра какого-то? С Кипра, в Британские и Иргинские острова, Швейцария, Великобритания и так далее. И, действительно, Россию не пустят в Европейскую организацию, вернее, в Организацию экономического сотрудничества развития, которая гниет развитые страны. Это затруднит нам доступ к некоторым международным кредитам, но они нелепы по размерам и смешны по назначению. Так что это разговор несерьезный, абсолютно. Единственное серьезное, что вырисовывать, это заморозка счетов и активов, которые российские чиновники имеют на Западе. Ну, что тут можно сказать? Владимир Владимирович Путин попытался, сделав снизить внешнее давление на российскую элиту, введя запрет для наших чиновников иметь счета и активы на Западе. У него это получилось лишь частично. Разошло такое подковерное восстание российской бюрократии, и иметь право на недвижимость на Западе этим людям пришлось оставить. Так теперь европейцы и американцы собираются решить эту проблему за товарища Путина. Так флаком в брюке и билет на ёлку, извините за выражение. Конечно, они не будут запрещать всем, они будут выбирать только некоторых. Но создание прецедента, создание юридических механизмов под это, которые позволят грабить других российских чиновников по щелчку, дело полезное, дело ценное. То, что мы должны использовать у себя тоже. Получается, что нам дан исторический шанс, все-таки, чтобы наша элита работала на Россию, а не вахтовым методом, имея виллы на Западе, счета на Западе, а здесь... Ну, на самом деле, конечно, не нужно недооценивать Запад. Они говорят одно, делать будут совсем другое. Они будут замораживать активы непредателей, которые управляют Россией в интересах глобального бизнеса, в интересах Запада. Они будут замораживать активы не русских, януковичей. Они будут замораживать активы тех, кто смеет проявлять хоть какую-то самостоятельность в отношении к ним. Сейчас, возможно, будет некоторая, так сказать, демонстративная акция, в ходе которого пострадают, так сказать, свои для Запада. Но я думаю, что отделение овец от козлиж будет очень четким, и по-своему они бить не будут. Я думаю, что это хороший повод для нас, для того, чтобы вымести пятую колонну из руководства Российской Федерации. Знаете, когда вице-премьер Дворкович публично и официально заявляет, что финансовая стабильность США – это чуть ли не высшая ценность для правительства Медведева, и что Россия должна платить за финансовую стабильность США, должна платить своими деньгами, возникает вопрос, а товарищ не перепутал правительство, в котором он работает? Он паспорт, который у него в кармане лежит, не перепутал. У нас был такой ведущий, один телеведущий, он господин Познер, в свое время рассказывал, что все беды России от того, что в паспорте написана национальность. Когда в паспорте гражданин Российской Федерации национальность не писали уже лет 15 к тому моменту. Вот. Такого рода замечательные люди, они управляют Россией, они влияют на Россию. С какой стати? То есть Запад может показать российскому государству направление, в котором нужно двигаться. И обнажить пятую колонну в руководстве. Она себя уже обнажила в значительной степени. Я думаю, что этот процесс нужно завершить. Понимаете, но перед Россией стоит задача развития. Неважно, есть санкции или нет санкций. Но когда правительство Медведева состоит в значительной степени из людей типа Дворковича, из соратников Гайдара типа Улюкаева, в ситуации, когда Банком России руководит госпожа Набиулина, которая, так сказать, либералка третьей, даже четвертой волны, которая никогда не имела отношения к банковскому делу, когда ее первым заместителем является хороший макроэкономист госпожа Юдаева, которая при этом искренне, если верить в ее интервью, не понимает, что Банк России тоже может влиять и будет вам обязан влиять на курс рубля, что курс рубля определяется не только политикой Европейского банка и политикой Федеральной резервной системы США, и конъюнктуры глобальных рынков. Вообще должен определяться и политикой Банка России тоже. Ну, какое развитие могут обеспечивать эти люди? Так что я думаю, что если российское руководство сделает из этих санкций, извлечет из этих санкций правильную руку, сделает правильные выводы, то санкции будут очень полезны. А если мы будем воспринимать это, ой, на нас косо посмотрели, наверное, мы виноваты? Знаете, было сказано раз и навсегда, если ваши стратегические конкуренты вас хвалят, идите и ищите, где вы ошиблись. Идите и ищите, что вы сделали неправильно. Идите и ищите, где вы навредили сами себе. А вот если ваши стратегические конкуренты вас ругают, ненавидят и захлебываются злобой по вашему поводу, молодцы, считайте, что вы выписали премию, вы все делаете правильно. Причем видно уже, что у американцев нет рычагов. Керри начал с того, что дипломатические возможности исчерпаны. Типа мы начинаем войну, в переводе на русский язык. Я думаю, что Обама слегка изумился от того, поскольку контуженного человека он назначил руководить своей внешней политикой. И после этого Обама сразу сыграл назад, что еще есть возможности для дипломатических, еще есть пространство для дипломатических инструментов и так далее. Если бы американцы захотели бы уничтожить российскую экономику, это делалось бы несколькими телефонными звонками. А мы неизбежно должны уйти на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья. Мы продолжим разговор. Продолжается «Час Делягина» на волнах «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор институт проблем глобализации. Я журналист «Комсомолки» Евгений Черных. Итак, разговор о санкциях продолжаем. Разговор о санкциях продолжается. И нужно понимать, что у нас тяжелая экономическая ситуация. Правда, тяжелая. Мы выдержали первый удар войны, который нам объявлен. Информационный удар. Когда вся либеральная шобла, как только бы стало ясно, что Крым начал двигаться в сторону независимости, еще 1-2 марта, в субботу, в воскресенье, устроила истерику и ускорила падение рубля, ускорила падение нашего фонда УРНК. Понятно, что когда по итогам референдума наш фонд УРНК восстановился немножко, но в целом наша экономика слаба. И наш рубль падает не из-за событий на Украине, и наш фонд УРНК снижается не из-за событий на Украине. Поэтому нам нужно развиваться. Это стратегическая задача. А санкции, введенные Западом, и истерика, которая устроена Западом, ценны тем, что они показывают любые надежды в стиле 92-го года на развитие за счет сотрудничества с Западом это бред сивой кобылы в самом лучшем случае. А как правило, это осознанная, осмысленная и целенаправленная ложь. Никакого развития нам не дадут сделать. Поэтому нужно отказаться от иллюзий. Нужно развиваться на своей базе, на своей основе. Нужно понимать, что торговля – это торговля, но не более того. Это не дружба. Нужно понимать, что уже в этом году Иран выходит на мировой рынок со своей нефтью. Возвращается. Нефть может начать дешеветь. Уже в 2016 году Южная Корея достроит океанские газовозы, которые повезут американский сжиженный газ в Европу. Тогда наша доля в Европе уменьшится с нынешних примерно 34% по нефти и газу. Не до нуля, но уменьшится болезненно. Я думаю, процентов на 10, где-нибудь на 10% пунктов. Сейчас больше третий, будет меньше четверти. Это очень болезненно. К этому нужно быть готовым. И это независимо от того. Это независимо от Украины. Это сланцевая революция, которая началась несколько лет назад. Это газовозы, которые заложены. И что бы ни случилось, они будут достроены, пойдут в строй. Нам нужно менять саму модель экономики. Нужно понимать, что человек должен определенный набор благ получать просто за то, что он человек. И извлекать прибыль из этого недопустимо. Недопустимо превращать образование в механизм оболванивания народа и в механизм ограбления родителей, которым он сейчас является. Ничего больше. Недопустимо превращать здравоохранение в инструмент грабежа нездоровых людей и ни во что больше. В Москве уже поставить нормальный диагноз это безумно сложно. Ко мне люди из Кайфасовского приходили жаловаться, как у них это все устроено. Недопустимо, что мы там защищаем русских в Крыму и подавляем русских в России. Что за бред? 13% населения Российской Федерации официально имеет доходы ниже прожиточного минимума. Это значит, что эти люди официально умирают. Наше прожиточное минимум действительно минимум. Эти люди официально умирают от голода и болезней. Замечательно. Что там про патриотизм рассказывать хотелось бы услышать? Нам нужно заниматься развитием. На первом этапе человек должен гарантированно получать прожиточный минимум за то, что он человек. Это естественная минимальная граница социализма. Дальше конкурируйте, пожалуйста. Дальше возникает вопрос. А человек должен получать жилье, потому что он человек? Он должен жить как человек. Или он должен жить как дикий зверь. В подвале, в землянке, на вокзале. Значит, жилье тоже должно быть доступно для всех. А в стране небогатой, с небогатым населением, это, в общем-то, доступное жилье означает бесплатное жилье. Или почти бесплатное. Образование и здравоохранение должны быть доступны для всех. Должны. Иная ситуация – это убийство народа. Значит, образование и здравоохранение должны быть бесплатные или почти бесплатные. Я не беру богатую часть общества. Пожалуйста. Я должен платить за образование, я должен платить за здравоохранение. Я это понимаю. Пока я зарабатываю хорошо. Буду зарабатывать плохо – не буду платить. Но недопустима ситуация, чтобы если бедный человек заболел, то для него это означало смерть. Или долговую кабалу, или мучение. Так не должно быть. Мы должны изменить саму экономическую модель России. Мы должны от грабежа вернуться к развитию. Причем нам не получится воссоздать тот капитализм, который построен на финансовых спекуляциях Соединенных Штатов Америки или Великобритании. Они грабят весь мир. У нас нет мира, который мы можем ограбить, нас туда не пустят. И потому что мы такие хорошие, такие гуманные и так далее. Мы можем грабить только своих. Мы отказались от внешнего влияния. Спасибо либералам. Значит, мы должны не грабить. Значит, мы должны развивать. Значит, мы должны вернуться к той модели развития, которая была до эры нефтедолларов. Естественно, без террора, без насилия, без репрессий, без лжи, без идеологизации каждого шага. Естественно, без перегибов и крайностей. С частным бизнесом, который, я напомню, при чудовищном звере товарища Сталина давал едва ли не большую долю промышленного производства Советского Союза, чем нынче он дает долю промышленного производства в России. Нам нужно возвращаться к здравому смыслу. И если санкции помогут нам сделать лишний шажочек в этом направлении, хорошо. Хотя я не верю, что эти санкции будут заметны. И я сегодня вижу в основном акт информационной войны. Знаете, когда либералы визжат, что мы ведем войну с Украиной, мы напарены беззащитную Украину, мы агрессоры и так далее. Вы знаете, это ложь. Это ложь и клевета. Это статья Уголовного кодекса. Я совершенно не шучу. Когда устраивают антивоенный митинг, когда люди истошно, с воплями, с плясками выступают в защиту тех, кто сжигал их дедов в газовых камерах. Ну, это, с одной стороны, это вопрос личного морального выбора этих людей. А, с другой стороны, это вопрос, что называется, поддержки нацизма. Потому что нужно понимать, что поддержка сегодняшних киевских властей – это поддержка нацизма. Да, ей страдает российское государство, которое, тем самым, киевским властям поставляет газ не то, что бесплатно, но и со скидкой. Это преступление, которое нельзя продолжать осуществлять. И Запад, и госпожа Меркель, в том числе, очень внятно нам показали, что Запад будет поддерживать любую силу, если она будет русофобской. Что Запад будет поддерживать нацистов так же, как он поддерживал Гитлера перед Второй мировой войной. Что лозунг «Утопим жудов в крови москалей» многие люди, попадающие под первую категорию, готовы воспринимать с воплем восторга и не только после 10 лет тюрьмы, которые, как известно, влияют на сознание. Но и, так сказать, полностью находясь на свободе. Меня восхищает, что российская так называемая интеллигенция, либеральная, негодует по поводу закрытия нескольких российских сайтов, которые нарушают закон. Причем они и здесь не могли обойтись без лжи. Они кричали, что закрыт сайт Ахмазского крупнейший. Я не понимаю, я захожу на этот сайт, он прекрасно работает, у меня провайдер МГТС. То есть уже законы государства МГТС будут выполнять в первую очередь. Только потом я понимаю, что они закрыли страничку Навального на Эйхе Москвы в соответствии с судебным решением, но все неделю кричали, что закрыли Эйхе Москвы в интернете полностью. То есть это ложь, это вранье, это кредита. Никто не вздумал извиниться, никто не вздумал уточнить. Даже уточнить никто не вздумал. То есть это информационная война, которую либеральная интеллигенция Российской Федерации ведет против нас. В 93-м году они кричали «раздавить гадину», сегодня они под этой гадиной имеют в виду всех нас. Тогда говорили о патриотах, о коммунистах «раздавить гадину». Ну тогда там были баркашовцы, которые зиговали под камеру. Некоторые впали в добросовестное заблуждение. Типа Акуджава, который был уже совсем-совсем-совсем старенький и так далее. Но когда сегодня те же самые люди камлают на улицах, у меня детский вопрос, простите, пожалуйста. А почему они не возмущаются судьбой журналистов на Украине? Когда закрыта одна из крупнейших, скажем, украинских газет 2012. Единственная русскоязычная большая газета. Выходила каждую неделю 64 страницы текста, 112 тысяч тиражей. Это было обязательное чтение для любого человека, который интересуется событиями на Украине. Ладно, хорошо, они выходят на русском языке, это уголовное преступление, отлично. А польские журналисты, которые с камерами освещали Майдан, которые всеми силами лепили образ несчастных, невинных нацистов, которых прессуют проклятые москали, которые сделали очень много для информационного торжества нацизма на Украине. Эти самые журналисты сейчас прячутся, живут на конспиративных квартирах в Киеве, потому что за ними просто начали плотно следить. Почему это не волнует наших либералов? Ответ очень простой. Потому что все, что плохо для русских, хорошо для либералов. А мы выходим на несколько минут из эфира. Оставайтесь с нами, друзья. Продолжается час Делягина на волнах Комсомольской правды. Михаил Геннадьевич, ну вот санкции с санкциями, и с чего нам начинать-то? Ну, оно началось с простой вещи. В Российской Федерации началось с простой вещи. Закон о клевете. Вы кричите, что Россия напала на независимую Украину, в то время, как Россия всего лишь выполняет закон договора 1994 года? Ребята, пожалуйста, не надо зверств, упаси Божию. Сначала предупреждение, потом условно. Но хватит клеветать на свою страну. Хватит воевать со своей страной, будучи гражданами. Мне на прошлой неделе одна выдающаяся либеральная гурналистка, кстати, многое плодотворно работавшая на Первом канале тоже, сказала, что меня в этой стране удерживает только свободное право выезда. Как только у меня возникнет угроза, что я не могу ездить к себе домой, называет страну, я немедленно уеду туда на ПМЖ. Вот эти люди воспринимают жизнь так. Ну, что тут можно сказать? Ребята, а может вы сейчас сразу уедете? Я совершенно не являюсь сторонником лозунга, что все инакомыслящие должны валить. Но, понимаете, есть инакомыслящие, которые не любят, ну, типа меня, которые не любят это государство, потому что хотят, чтобы страна жила лучше. А есть инакомыслящие, которые сознательно и последовательно воюют с этой страной. Воюют на уничтожение. И в критических ситуациях они появляются. Коллеги, я понимаю, что вам никогда не заплатят тех денег, которые вы получаете здесь и сейчас, в тех странах, куда вы мечтаете уехать. Но вы выберете все-таки между кошельком и домом. Вы все-таки выберете, пожалуйста. И, в другой стране, с какой стати российское государство этих людей оплачивает в той или иной форме? С какой стати российское государство спонсирует клевету на самого себя? Мы должны понимать, что мы живем в условиях открытой информационной войны, которая против нас развязана 1 марта сего года. Это война. И никто не интересуется, в чем мы правы, в чем мы виноваты. Мы виноваты тем, что мы существуем. А если Россия будет уничтожена, что, кстати говоря, вполне возможно в условиях войны, то Россия все равно будет виновата тем, что когда-то существовало. И очень быстро выяснилось, что несчастный Гитлер был всего лишь жертвой сталинского кровавого террора. А вообще он хотел как лучший был демократом и гуманистом. И мы с вами еще можем дожить до времени, когда в учебниках будет написано, что Освенцам и Бухенвайт построили красные звери-комиссары. Это вполне возможно. Подобного рода исторических инверсий происходит достаточно много. Обратите внимание, как все дружно забыли про Хатынь, и все дружно кричат про Хатынь. И все уже считают, что убийство людей в Хатыни совершили советские войска, советское НКВД. И никто не говорит, что в Хатыни среди погибших поляков было, дай бог, если 20%. Вот это подобное рода событие происходит легко. Но если вы не понимаете, что с вами делают, не понимаете после Югославии, не понимаете после Египта, после Туниса, после Ливии, Сирии, после Ирака, кстати, не понимаете после Украины, ну вас съедят, а вы все будете разговаривать о взаимовыгодном сотрудничестве или уже на тарелке. Это неадекватно, из-за неадекватности доказывать. Нужно понимать, что Запад объявил нам войну. Ни ракетно-ядерную, нет. Объявил нам войну информационную. И мы должны, как это, хорошая исподборка, не мы и иначе, но мы должны ее закончить. То есть, исподборка русские войны не начинают, они их заканчивают. Мы должны эту войну закончить так, чтобы Западу стало плохо. И мы должны вести себя, исходя из логики войны. Раз Запад объявил нам войну, мы не информационную, мы не должны исходить из интересов Запада. Мы должны исходить из интересов из того, что все зло, которое они нам причиняют, должно вернуться с торицей. Вся ложь, которую они на нас льют, должна вылиться на них с торицей. И это работа, которая тоже требует усилий, требует планирования, требует вдумчивого, последовательного, конструктивного отношения. Не на уровне совкового гитпро. Не придется работать с неприятными людьми, со многими людьми, которые сегодняшний Запад расшатывает. Но, понимаете, к сожалению, одичание современного человечества дошло до такого уровня, что пока вы людям морду не настучите, они вам здравствуйте не скажут. Экономика теперь что делает? Все очень просто. Коллеги, если Российская Федерация занимается развитием своей экономики, санкции – это неприятно, это неудобно, то есть нам все технологии, которые мы привыкли покупать напрямую в Европе, может быть, теперь придется покупать их реплики в Китае. Вся разница. Я думаю, что до этого не дойдет, потому что мир балансирует на грани глобальной депрессии, и наш спрос является абсолютной ценностью во всем мире. Нам показывали, в интернете показывали, что закрываются кафе, и на них в Европе, на них висят таблички «Мы не обслуживаем русских оккупантов». Пока одного такого деятеля фотографа не поймали за тем, что он сам эту табличку на кафе и повесил. В присутствии других русских туристов. Так что это все лирика. Это все эпизодически. Наши деньги им нужны. Да, госпожа Меркель сказала, что мы готовы нанести ущерб немецкой экономике. Прекрасно. А вот, знаете, Китай не готов нанести ущерб китайской экономике. Китай с огромным удовольствием возьмет у нас те деньги, которые мы привыкли платить немцам. Нет вопросов. Да, если они действительно помогут Ярушу взорвать транспортную систему Украины, это будет проблема. Некоторое время мы посидим с недостаточным притоком денег. В федеральном бюджете Российской Федерации валяется без движения на 1 марта 7,6 триллиона рублей. Это более полугода. Можно вообще никаких доходов в бюджет не собирать. Ни налоговых, ни таможенных, ничего остального. Нас достаточно резервов. И, строго говоря, экспортировать газ и нефть – это то же самое, что сжечь ассигнации. Нужно экспортировать продукты переработки газа и нефти. Я надеюсь, что господин Яруш станет причиной для того или хотя бы поводом, чтобы некоторые люди задумались второй раз после несчастного Голдовского о развитии газохимии в Российской Федерации. О развитии углехимии в Российской Федерации. Если мы начнем развивать нашу экономику, начнем модернизировать хотя бы одну инфраструктуру, мы про эти санкции будем читать в газете «Правда» примерно с тем же интересом, что когда-то читали о том, как в Америке линчуют нервов. Очень интересно. Бьет по нервам, но нас не касается. Если мы не будем развивать нашу экономику, а будем продолжать ее разворовывать, извините, есть санкции, нет санкций, есть режим наибольшего благоприятствования. Да хоть Обама каждый день будет прилетать в Москву с двумя чемоданами долларов, нам это не поможет. Если вы сами убиваете себя, уж с этой задачей вы справитесь. Так что все зависит от нас, все зависит от нашего правительства. Когда я вижу правительство Медведева в прежнем составе, которое занимается своим любимым делом, когда я вижу, что нас не пересматривают бюджет, не переформатируют его из разворовывания в развитие, мне становится зябко, мне становится неприятно. Слава Богу, что Керри и прочие сопутствующие ему господавцы настолько тупы, что этого не понимают. Но сохранить Россию, продолжая политику национального предательства, не только Гайдара, четверть века национального предательства, невозможно, недопустимо. Американцы нам в этом не могут ни помочь, ни помешать. Роль Китая. Теперь, если Запад санкцией, там что-то пугает, то это идет на... Мы должны очень внятно объяснять Западу, что каждый кубический метр газа, каждый литр бензина, ну, каждый литр мазута, каждая цистерна нефти, каждый след металла, каждый кубометр дерева и все остальное, что не купит Запад у нас, нас с большим удовольствием купит Китай. И до свидания, ребята. И нужно начать ответные действия. Почему мы изображаем из себя боксерскую грушу? Почему мы изображаем из себя генералом газобезопасности образца 1990-го года? Что это за цирк такой? Нам объявили о санкциях, нам грозят санкциями, отлично. Почему до сих пор работает, и, по крайней мере, не закрыта, транспортная база НАТО на территории Российской Федерации? Почему до сих пор нет работы по созданию системы международной межбанковской расчеты, альтернативной SWIFT? Мы, Китай, ну, Иран вряд ли нам может помочь, но с удовольствием попользуются этой системой. Почему нет альтернативной системы, которая позволит у нас использовать карточки Visa и MasterCard, даже если Visa и MasterCard будут заблокированы? Почему не ведется работа в этом направлении? Поговорили немножко, как я понимаю, идея была распилить деньги и забыли. Очень много уязвимых мест. Почему не ведется подготовка к тому, чтобы полностью прекратить экспорт нашего сырья за доллары? Чудесная есть валюта евро. Если Евросоюз присоединится к бойкоту, английский фунт, он после этого укрепится до небес, или швейцарский франк. На ходу, конечно, можно в юанях поторговать. Кстати, знаете, я скажу вам по секрету, есть еще такая интересная валюта, называется рубль российский. Почему бы не расширить сферу его применения? Госпожа Меркель, вы готовы брохнуть немецкую экономику? Прекрасно! Соберите форум китайского бизнеса в Москве и плотно и конкретно обсудите с китайцами, как и конкретно мы будем закрывать, какие конкретно договора с Германией, и на какие конкретно китайские фирмы будем это дело переводить. Но Меркель же сказала, мы должны уважать нашего многолетнего партнера. Мы же не можем выступать против нудистов. Это что, некорректно? Это есть. Ну, кем мы завершаем нашу программу. До свидания, друзья. До новых встреч в эфире. Час Делегина на радио Комсомольская правда.